МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она хотела связать свою жизнь с волейболом. Ему по душе был баскетбол. Но оба нашли себя в легкой атлетике. Хотя он закрепился в секции лишь со второй попытки. Ну, вот так как-то получилось. Я-то парень с пыльчевым сценарем. Вот подрались с парнем, и я ушел. И как-то и на этом закончилась только атлетика первое время. У нее уже есть лицензия в Токио. Год назад мне было страшно говорить о Токио. Ему до норматива не хватает лишь трех сантиметров. Главная цель на данный момент – это прыгнуть 33. В их карьере хватало всякого. Но несмотря на травмы, боль, кровь и слезы, своим трудом и характером они уже вошли в историю белорусской легкой атлетики. Люди были, они постоянно были. Какие-то медали были, просто не замечали. Никто не прыгал так высоко. Рекордсмены страны в прыжках в высоту. Дмитрий Набоков и Карина Демидий. Их тренировочный день прямо сейчас. Общежитие Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Пусть и не пятизвездочный отель, зато все рядом и по-домашнему. Свежий воздух, лес, стадион и манеж – в шаговой доступности. А что еще нужно для непрерывности тренировочного процесса? О пользе правильного завтрака лишний раз напоминать не стоит. Отсутствие времени и возможности – лишь отговорки. Каша, чай, кофе, каша с молоком. Готовится по-спартански. Молоко прямо туда. И никого много. И на спарк. Перед Рео Дмитрий был уверен – меньше весишь, выше прыгаешь. Увы, на практике все иначе. К сожалению, не работал. Молодой был. Много не понимал. И сейчас таких ошибок стараюсь не повторять. Тогда, в 2016-м, Дима скинул 11 килограммов. Сейчас наш герой точно знает, какой вес оптимальный. 68,5 где-то в этой районе. Уже меньше. Почувствовал в этом году, что если меньше 68,5, уже сложно пройти. Пока завтракаем, можно в интернете что-нибудь посмотреть. Киберспортивные трансляции, блоги и передачи о путешествиях. Да что угодно. Только не прыжки. Позавтракали, отдохнули, пора собираться на тренировку. Но перед этим на весы. Обязательно. Что, 9,1? Нормально. Каждый день ждем записи. И так даже. Дневник мой. Четвертый, наверное, или пятый. Дневник какой-то. Больше расходуется. Путь к прыжкам в высоту у нашего героя получился тернистым. Были там косячки разные, замечены. Друзья были такие дурные. В принципе, как сам. Да, давали там в стране угля. Историй много. Если начну рассказывать, так можно рассказывать два дня. Потом ушел. Со школы ушел. В числе вздохнули с облегчением. Первая попытка закрепиться в секции оказалась провальной. Я-то парень спыльчивый, эмоциональный. Вот подрались с парнем, и я ушел. И как-то и на этом закончилась лёгкая атлетика первое время. Однако Диме предоставили второй шанс. И никто об этом не пожалел. Вообще проблем с травмами хватало у нашего героя. Первое случилось в 11 классе. Тяжелейший перелом и просто сумасшедшая причина. Так получилось, что со смещением снимал ногу, одну кость. А вторую кость трещина была. Малые были, блин. Полезли к девчонкам, приехали какие-то девчонки. Ну и тренер туда к ним зашел. Начали убегать. А вот только тот дождь прошел. Я начал падать, и чтобы не упасть на задний тюнисист, руки поставил. И нога, соответственно, не лежит, а приподнята. И у меня сзади человек наступил на ногу. И все, оно хлоп. И я понимаю, что что-то с ногой не так. За свою карьеру Дима поработал под руководством нескольких специалистов. После провального выступления в Рио наш герой переехал в Минск. На Олимпиаду я, в принципе, ехать хотел. По сезону, который складывался, все было так плохо, что не хотелось не то, что соревноваться. Даже ехать просто с зрителем на Олимпиаду не хотелось. Стыдно. Я, если плохо прыгаю, мне стыдно. Мне всегда стыдно, и мне стыдно выходить на улицу, на стадионе появляться. Потому что, ну как так можно? Я не понимаю, как вот я приезжаю, я столько тренируюсь, я приезжаю и прыгаю 2-9. Это даже не мастер спорта. И начал сотрудничество с Владимиром Фомичевым. Умудренный опытом, Леонидыч точно знает, что нужно молодому спортсмену. А, Дима, Дима. Пока не забыл. Это мой тренер. Что за одинаковый рюк? Тренер, нарывается на камеру. Я тебе принес очень хороший топинг. Топинг. О, круто. Круто. Намучившись травмами и болячками, сейчас Дима уделяет особое внимание разминке. Час и не меньше. И это при условии, что прыжков сегодня не будет. На боку Дмитрий Сергеевич. Рост 187 сантиметров. Вес 69 килограммов. Равшак. Личный рекорд 2 метра и 36 сантиметров. Вот на тренировку подтягивается и наша вторая героиня. Карина уже успела сделать легкую разминку и пробежалась в лесу. Сейчас на очереди прыжки. Но перед этим нужно хорошенько размяться и потянуться. Димиди Карина Олеговна. Рост 183 сантиметра. Вес 61 килограмм. Личный рекорд 2 метра ровно. Легкая атлетика далеко не первый вид спорта, который пробовала наша героиня. Ходила я везде и плаванием занималась. Ну, в общем, пробовала себя во всех сферах, скажем, спорт. Поэтому к легкой атлетике я пришла уже в более осознанном возрасте. Потому что все-таки это спорт туда принимают с 9 лет. Поэтому это спорт уже посерьезнее и тренировки, соответственно, другие. Но попав в секцию, сразу поняла – это мое. Передя уже на легкую атлетику, я уже как-то поняла, что вот я к этому, наверное, шла сквозь некоторые виды спорта. И вот я пришла, что мне понравилось. Я не знаю, что мне нравится в легкой атлетике, если честно, вот так отвечать, да, что мне именно нравится. Но я не могу сказать, какой мне вид конкретно нравится, да. То есть это работа, это не развлечение, это не хобби. Это тяжело назвать хобби или там игрой какой-то, да. То есть это работа, на которой ты работаешь. И да, получаешь удовольствие, получаешь только от результата и от самих непосредственно прыжков, когда ты прыгаешь. Но для того, чтобы прыгать и получить наслаждение, удовольствие сквозь этот путь, это, ну, очень сложный. И он пролагается через очень большое усилие. То есть и через, как говорится, и через кровь, и через пот. Поэтому это действительно очень сложно. Но, наверное, в этом и вкус, что это очень сложно. Но есть результат. Недосеков, Сильверстов, Набоков и вот Демидик. В Беларуси буквально за несколько лет появилась целая плеяда прыгунов. Действительно топ уровня. На вопрос, откуда столько талантов, отвечает просто. Благодаря тренерам, которые здесь работают, они подготавливают нас. Мы не просто так откуда-то взялись и начали прыгать все. То есть мы готовимся, нас готовят тренера. То есть это их в первую очередь заслуга. Условно, не мы прыгаем эти метры, да, а тренера. Потому что благодаря им мы реализуемся, мы показываем на то, на что способны. Результаты, показанные поколением Next, не могли не остаться незамеченными. Лично для меня я вообще, наверное, лучше оставалась в стороне всех камер и всего, а тренировалась только для себя, да, показывала для себя и для тренера результат. То есть для меня это гораздо важнее, чем меня будет знать много людей. Я проще, чтобы меня вообще никто не знал, я буду себе прыгать спокойно и все. 5 июля на этапе бриллиантовой лиги в Лозане Карина стала серебряным призером, повторив при этом рекорд Беларуси среди взрослых, установленный в далеком 1993 году, взяв высоту 2 метра. У меня нет какого-то ощущения, что я что-то сделала невероятное. Вот столько лет никто не прыгал, а я начала прыгать. Я, если честно, об этом даже никогда не думаю, что, конечно, все знают, как прыгали раньше девочки и женщины, на чем они прыгали и каким образом они прыгали. Поэтому сейчас совершенно другая подготовка, совершенно другая, следят за нами совершенно другую, то есть условные всякие пулы, антидопинги, агентства. По сравнению с раньше, что было сейчас, конечно, шаг в правый, шаг в левый, расстрел, как говорится. Несмотря на отличную погоду, в Манеж все же придется заглянуть. Отсутствие прыжков на тренировке еще не повод пропускать тренажерку. Такая работа скорее для того, чтобы придать мышцам тонус. Прыгать Дима будет уже через день на соревнованиях. Возвращаясь к теме рекордов, отметим, что Дмитрий в мае прошлого года переписал рекорд Белоруссии, установленный в 1993 году, за три года до его рождения. Как? Откуда? Почему? Вопросов было много. Особенно вызывало недоверие место проведения. Республиканская универсиада в Бресте. Что касается Димы, я хочу сказать, эти нападки, эти комментарии пошли только из-за того, что, скорее всего, этот результат был показан внутри страны. Результаты, которые показаны внутри страны, это, наверное, самые недоверительные и самые, ну, такие легкие результаты, на которые основополагаться нельзя. Национальный рекорд, Национальный рекорд. Большого внимания ему не придаю. Да, это неплохо, да, относительно высоко. Но, в целом, это надо показывать не на этих стартах, на которых это я сделал. Это надо показывать где-то, например, на Лиге, на чемпионате Европы, чемпионате мира, на Олимпиаде. И с точки зрения финансов эта прибыль неплохая, и с точки зрения нашей страны, то есть все узнают, что есть такой там набугов. Кто-то там узнает, больше людей узнает. Так что то, что я прыгнул на вузах, ну, молодец. Молодец. В родных стенах ты можешь показать, не знаю, хоть 4 метра примерно, да. Но на официальных стартах, на стартах за границей, где прыгаешь не ты один, а ты прыгаешь в соперничестве с иностранными соперниками, да, и под нормальной, высокой судействе по сравнению, да. То есть за границей совершенно другая психология спорта. Совершенно по-другому ты себя чувствуешься, то есть совершенно по-другому прыгаешь. Поэтому вот на Диму, наверное, болелось только из-за того, что он прыгнул внутри стороны, а за рубежом у него нет еще такого результата. Еще больше их стало после того, как Дмитрия не оказалась в обойме сборной на чемпионате мира. И тренер одна, я не буду говорить ни имени, ни фамилии, спрашиваю, не у меня, а у знакомого, говорит, а почему Набоков не поехал на чемпионат мира? На допинге попался. Ну, конечно, на допинге попался, на чем, что еще люди не ездят на чемпионат мира? Потому что меня не взяли просто, ну, таких вариантов, понимаете, не рассматривает никто. А по поводу допинга сложно доказать человеку, который не понимает ничего в этом, что ты там звонишь доктору перед тем, чтобы капли в нос купить. Доктор, скажите, пожалуйста, тут ничего не запрещенного? Нет? Можно покупать, да? Точно? Точно, хорошо. Я куплю. Это банальная капля в нос. До лицензии в Токио нашему герою не хватает еще трех сантиметров. Поэтому ближайшая цель такова. То есть для меня сейчас, прежде всего, важен норматив и результат 33, и все на этом. Все, на сегодня тренировка завершена. Отправляемся на восстановление. Тут, как нельзя кстати, очередная инновационная разработка Владимира Леонидовича. Это давно-давно было. Тренер, видимо, поехал на чемпионат Европы какой-то. Ну, по Европе. И частенько выезжал на машине, и, видно, загрузил эту бочку, да поехали домой. И она у него давно-давно лежит, и где-то в гараже там валялась. И мы приехали с Новогорска, это в России, база у них хорошая. И там стоят эти бочки по поясу. Там лед. Чуть-чуть воды и лед в основном. И мы там частенько это практиковали, особенно после прыжков. А прыгали мы тогда три раза в неделю, немножко, но три раза в неделю. То есть три раза в неделю мы там стояли стабильно. И тут тренер говорит, надо тут тоже, ну, я тренер говорю, надо что-то делать с этим. Поставили вот эту штуковину, аппарат со льдом, которую, ну, которая делает лед. Но, в принципе, пользоваться им сложно, потому что нужно в пакет набрать и приложить, это не то. Трена говорит, у меня есть бочка. Ну, он привез бочку, и мы ее пользуем. Каждый день в основном. Ну, раза в четыре в неделю точно. И если у Дмитрия лайт-режим, то у Карины все иначе. Сегодня наша героиня будет прыгать. И прыжков будет много. И не по состоянию. Зато прыгни. Несмотря на то, что в Токио будет первая для Карина Олимпиада, девушка четко знает, чего хочет. От Токио хотелось, наверное, в первую очередь, это вытянуть пик формы. Именно на эти соревнования. Показать свой максимум, на что я буду способна. Несмотря на то, сколько на тот момент будут прыгать мои соперницы. Допустим, они даже 2,50 будут прыгать. Если мой предел на данный момент будет, условно, 198, условно, да. Но это будет мой пик. Это будет моя лучшая форма за этот сезон. Это, наверное, будет самый лучший результат, который можно ожидать от Олимпийской века. Когда ты выходишь туда именно на пик формы и выступаешь по своему максимуму. Сезон-бест, персонал-бест. То есть, это, наверное, лучшее, что можно ожидать. Ну, конечно, как и всем спортиванам, хотелось бы медаль, но я не стремлюсь именно к медаль получить. Медаль – это всего лишь что-то, что ты подерживаешь в руках и забыдешь про это. Важны очень эмоции, ощущения и твои мысли именно в этот момент. Поэтому, ну, как бы, я даже веду такой соревновательный дневник именно мысли и эмоции своих, которые ты испытываешь. Это самое важное, что на соревнованиях происходит, а не медаль, а не место, которое тебе... Конечно, это приятно, это приятный бонус к тому, к твоему выступлению. Но я не думаю, что медаль – это должно быть какой-то определенной целью вообще всей жизни. После ледяной ванны наш герой направляется к врачу. Нужно затейпировать ногу. Голеноступный сустав – проблемная зона. Тейп поможет снять боль, разгрузить и поддержать связочный аппарат одновременно. До игр в Токио остается чуть менее года. Плюс чемпионат мира на носу. Да и матчевая встреча Европы-США – событие, на котором нужно быть в форме. На матчевой встрече – это один из тех стартов, где хочется показать хорошие результаты. Тем более мы прыгаем у нас в Минске. И хочется показать достойные прыжки. Хочется конкурировать, показать, что я вот могу. Ну, не знаю, сложно сказать, так как я не знаю, как выведут себе ноги и здоровье, прежде всего. И, конечно, если здоровье позволят полностью, 100%, я выйду здоровым на старт, то я только высокие цели и задачи ставлю для себя. Но стадион замечательный. Люди, надеюсь, придут, и поддержка огромная. У Карины после тренировки – массаж. Восстановлением нельзя пренебрегать. Здравствуйте. Икры, задняя, плюс поясница немного ноет. Увы, большой спорт – не физкультура. И зачастую спортсмены работают на грани, а то и за пределами человеческих возможностей. Питание – еще одна не менее значимая составляющая тренировочного процесса. Как сказать-то, готовить не очень сложно. Вообще, придерживаться какого-то питания тоже не очень сложно. Ну, просто не я готовлю, поэтому мне не сложно. А так обычно редко готовлю себе сам. Тут, потому что это надо кухню, на кухню идти. Девушка моя готовит, она готовит, работает, готовит, терпит. Она спрашивает сама, что приготовить, что я хочу. Как от этого оттолкиваемся. В принципе, я не люблю рыбу. Я ем в основном курицу, мясо какое-то. И поэтому, или вообще, когда прямо скинуть надо много, только вареное ем. Да вообще ничего сложного. Курицу сварил, салат сделал и все. А когда сейчас, перед соревнованиями, ем чуть побольше. Могу себе больше позволить. Потому что соревнования вот-вот. Поэтому, в принципе, можно где-то больше. Сладко не ем, сахар не ем, ра. Ты вообще не мог чай без сахара пить. Ну, надо, надо. Сейчас все без сахара. Сладко очень редко, только во время соревнований. С такого, что... Заменяю сладкое в основном медом. Лужку меда добавлю там в творог вечером. Все на этом все заканчивается. Сладко вот такого. Не считает калории и наша героиня. Ты как бы приходишь по стрелке, ты голодный. Ты хочешь есть постоянно. Поэтому просто так сразу готовить, ну, это тяжело. Поэтому, в основном, с вечера готовишь. Какой должен быть? Ну, конечно, достаточно калорийный. Потому что тренировка, ну, что касается именно сегодня, пятница, у нас техническая тренировка, она идет длиннее, чем все обычные тренировки. То есть это минимум три часа. Потому что техническая, прыгая много, соответственно, калорий затрачивается гораздо больше. И поэтому, ну, как бы в основном, как бы стараюсь есть всегда больше овощей. И, ну, курица – это, ну, основное, основное, что, как бы, в моем рационе. Ну, конечно, я не скажу, что я сижу на жестких диетах, там, не ем что-то определенное. А если мой организм, там, потребует, там, не знаю, мороженое, то я сто процентов съем это мороженое. И не буду себя, там, мучить или карать за то, что я съела то или иное мороженое. Поэтому, ну, постоянно после таких тренировок обед достаточно калорийный. Сейчас Карина совмещает спортивную карьеру с новой для себя ролью. Летом этого года она вышла замуж. Вот теперь и хозяйство на ней. Готовка, уборка, декоративный кролик. Так еще и соседский кот не удержался и пришел на аромат. Правда, глядя на то, как ловко наша героиня орудует на импровизированной кухне, становится понятно – талантливые люди талантливы во всем. Наша героиня живет на втором этаже, но рабочая духовка есть только на третьем. Но и это не помеха. Концовка сезона Концовка сезона обещает быть насыщенной на старты. Да и до Токио остается совсем немного. Наверняка эта Олимпиада не станет для них последней. Однако точно будет прекрасной возможностью проявить себя и показать все то, на что способен организм каждого. Нужно так четко сказать, чего я мечтаю. Определенная цель – прыгнуть 2-10. Нет, нету. У меня нету побить мировой рекорд такой цели. Я хочу показать именно для себя, на что способны мое тело и вообще женский организм. То есть я хочу прыгать, пока я могу прыгать. Я хочу прыгать так высоко, как смогу высоко. Конечно, есть у меня определенные цели, условно, прыгнуть 2-20. Это всегда удивляет всех людей. Это действительно сложно, так сказать, что как женщина может так высоко прыгнуть. Вот, наверное, это меня и постегивает – тренироваться и более закаляться, потому что почему нет, почему женщина не может прыгнуть 2-20? Это на что способен наш организм, не может ответить ни один человек. Потому что в стрессовой ситуации, в любых ситуациях наш организм – это что-то неподвластное. Мы не можем определить, на что он способен. Поэтому, развивая какие-то физические качества, мы их усиливаем. И я думаю, настанет тот день, когда мой организм, наверное, выхлестнет и покажет на то, что он способен вообще. Ну, наверное, я это почувствую. И это, наверное, будет тот момент, когда я скажу, ну вот, ради чего я тренировался, для чего. Оба наших героя, несмотря на все различия, продолжают идти к поставленным целям. Я не могу назвать мечтой. У меня есть цель, которым я иду и которую я хочу достичь. Ради чего я в спорте. Ради чего. Мои цели – это медали. Это как у любого спортсмена. Это результат медали. И я хочу именно медаль принести не только себе тренеру, у которого нет медали с Олимпиады, нет медали с Чемпионата мира. Только в помещении у него есть ученик. 33 у него личный рекорд. У него есть медаль с Чемпионата мира в помещении, но нет на улице. Хочется ему, ну, я хочу принести тренеру как минимум. Медали, а как максимум – победы. Я хочу попасть в тройку. Это определенно. Я хочу быть в тройке сильнейшей. Это будет очень сложно, потому что у нас уже два метра прыгают столько, сколько никогда не прыгала девочек. Сейчас уровень прыжков в высоту невероятно вырос. Это просто что-то колоссальное. Если раньше, в том году я со своими 192, мой личный рекорд был, я была в десятке при этом, то сейчас со 196 ты не попадешь в десятку. То есть уровень невероятно вырос. Для себя хочется прыгнуть за 40. Не 40, а за 40. Выше. То есть это может быть и мировой рекорд, но хотя бы в этот список войти. Люди, которые прыгали за 40. Учитывая, что я там невысокого роста, мне это, в смысле, сложнее. Ну, люди прыгали, я могу. Профессионализм, терпение и преданность любимому делу говорят о том, что и Карина Демидик, и Дмитрий Набоков готовы на все, чтобы воплотить в реальность свои мечты. Спорт – это все, что у меня есть. Это все, чем я дрожу, и это моя вершина. Это то, что я люблю, то, что я делаю каждый день, и я готов делать ради своих результатов, я готов делать все, что мне там скажут. Тренер, что если мне скажут, что я мало работаю, я готов тренироваться в два раза больше, в три раза больше. Я готов там тренироваться каждый день еще больше, в два раза больше, чем надо. Если это даст свои плоды. Если мне скажут, что у тебя такие проблемы со здоровьем, и ты там, если будешь тренироваться, будешь на коляске ездить, условно говоря, в 50. Я готов. Я готов, без проблем. А что из этого получится, покажет время.